Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Так, девчонки, показываю результат своих стараний. Специально стою возле окошка. Смотрите, что у меня получилось. Ну, перехода незаметно. Цвет, оттенок, вернее, абсолютно не такой, как на упаковке. Но у меня очень много, все парикмахеры говорят, что у вас очень много желтого пигмента. И чтобы получился пепельный оттенок, мне сначала нужно их обесцвечивать. Вот этим порошком синим. И потом только тонировать. Но это ужасно портит волосы. И я как бы даже, когда делаю милирование, всегда прошу, пусть оно будет не такое яркое, не такое заметное, но чтобы оно было без аммиачное. Вот даже так, смотрите, как у меня неплохо, считаю, получилось. То, что милирование, которое было сделано, оно у меня не затронулось. Короче говоря, я молодец. Ну, тем не менее, несмотря на то, что оттенок абсолютно не пепельный, результат мне понравился. Конечно, прическа выглядит не так, как после салона, потому что я стараюсь через раз делать после окраски. Вот, ну, один раз покрасилась и делаю ламинирование. Его мне на три месяца не хватает, максимально на два. И то это в зимнее время, в летнее месяц-полтора. И когда ты приходишь после окрасочки, после вот этого вот восстанавливающего ухода, конечно, прическа выглядит лучше. Но что имеем, то и имеем. Надо было раньше мне думать, вернее, как нужно было записаться, а потом решать, что я буду делать. Ну, в любом случае, девочки, цель, которой я стремилась, собственно говоря, закрасить седые корни, она достигнута. И не важно, что не пепельная, рыженькая получилась. Самое главное, проблему решили. Вот сегодня у меня как раз такой редкий момент, когда можно тики заснять, занято своим туалетом, тикунета. У меня девочки спрашивают, а где ваша-то кошечка с синими глазками? Куда вы ее дели? Да никуда мы ее не девали. Вот она, пушистая вон какая на зиму, да? Тикуня, да повернись ты. Что, скажи, мешаешь мне, да? Да, я у нас тут не фотомодель, это Лекс у нас частенько, да, снимается. А я, скажи, уже такая дама, что мне не до съемок. Меня редко застанешь. Ой, ты моя красавица. Тикунечка, тикунетка, лапуська ты моя. Обожаю девчонки котов. Вот была бы у меня возможность... Ой, смотрите, кто пришел. Ай, это же он заигрывает, гулять хочет. Внимания ему нету. Ревнивый ужасно. Стоит только подойти, тики погладить. Или вот как сейчас я сижу тут, ее фиксирую. Так, Лекс сразу тут как тут. А, смотрите, что творит. Сейчас тики на него шипеть будет. Будет или не будет. Ну, когда ее сильно достает, так она на него подшипывает. Да, тикуня? Убежал Лексик, да? Ой, ну как же тебя не показать? Конечно, ну как? Я тут пылесосить собралась. Вот так. Сейчас будет тики атаковать. Лекс, получишь? Получишь сейчас от тики. За то, что мешаешься. Лексика, Лексика, иди лучше пылесосить будешь помогать. Пойдем, пойдем пылесосить будем. Оставь тики в покое. Лексюнь. Лекс. Растет, девочки, с каждым днем. Уже и котенком не назовешь. Уже вон такой вот у нас леопардик. Ой, не ухватишь. Ладно, пошла я убирать. Девочки, огромное всем спасибо за рецепты квашеной капусты. Вчера начала читать первые комментарии. Мне написали, что качанчик должен быть вот такой вот плоский, что не кругленький. Та капуста, которую я купила, она была круглая. Но, знаете, когда хочется, это хуже, чем болит. И поэтому я пошла, и у нас тут в овощной лавке возле дома купила вот такой вот качан капусты. И когда вернулась, читаю, что соль должна быть неядированная. Ну, как бы неядированная у меня есть. Она, правда, не знаю, каменная, не каменная, что должна быть не поваренная. А именно каменная, она у меня морская. Но стала читать дальше и опять разочаровалась. Капуста должна быть белая. И листики плотные. Они, смотрите, какие зелененькие и тоненькие. И Артур тоже расстроил, говорит, мам, ничего, у тебя снова не получится, потому что эта капуста, она для салатов и для тушения. Ну, в общем, не судьба мне с квашеной капустой, даже не знаю. Сын говорит, сделай маринад, душистое масло какое-то возьми. Ну, у меня есть вот такое вот. Очень классное это сезама, масло сезама. Говорит, добавь туда яблочного уксуса, немножко соли, немножко сахара или меда. И, говорит, сделай такой маринад, пережать ее вместе со всем морковкой и пряностями. И, говорит, постоит минут 20, будет похоже на квашеную. Ну, будет похоже. Это не квашеная капуста. Ну, наверное, тоже ничего не получится, потому что, смотрите, какие листики тонюсенькие и зелененькие. Что капуста должна быть белая с плотными листиками. Вот сразу видно, что приближаются новогодние праздники. Потому что, знаете, как вот получается, видео выходят и новые комментарии в основном идут под последними видео. И перед Рождеством, перед Новым Годом начинают приходить комментарии под очень старыми видео, где, когда я еще очень давно снимала там новогодние салаты, тортики, закусочки, что-то запекала, что-то готовила и комментируют видео про парфюмерию. Я, кстати, тоже очень давно видео такого плана не снимала. И если с рецептами там все понятно, там, ну, спасибо, там, или задают вопрос, там, если положить чего-то вот этого побольше, вот этого поменьше. И вчера пришел комментарий от зрительницы, которая мне задала вопрос, пользуюсь ли я до сих пор Бакара Руж или нет, поскольку она уже не такая модная. Не знаю, как для кого, но для меня лично не существует такого понятия, как модный аромат или не модный аромат. Если мне что-то нравится, то я этим пользуюсь. Единственное, летом экстра у меня Бакара Руж 540 экстра, и на летнее время она, днем она тяжеловата. Но зимой без всяких проблем он настолько красиво звучит, я вам даже передать не могу. Это уже несколько лет мой самый любимый аромат, которому я изменять в ближайшие годы пока не собираюсь. Если что-то изобретут более красивое, более изысканное, то возможно, но на сегодняшний день ничего лучше Бакара я не нашла. Летом я пользуюсь вуальдой для волос, ее вполне достаточно на целый день. Зимой, осенью, в холодную погоду использую экстра и даже больше вам скажу. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что этот аромат, он безумно стойкий и безумно шлейфовый. Я открыла уже второй флакон, и в старом у меня осталось там, ну, буквально несколько капель. Я его положила в шкаф, где у меня нижние бельёночные сорочки. И вы представляете, не только когда открываешь шкафчик, даже когда берешь одежду, она имеет вот этот вот аромат. При том, что во флаконе уже почти ничего не осталось. Обычно, ну как, закончились духи, флакончик выкинул и всё. И здесь я прочитала в каком-то блоге у кого-то, что вот люди вместо вот этих вот сухих духов укладывают полупустые флакончики. И как бы это очень хорошо действует как ароматизатор. Плюс к тому, когда у тебя везде одинаковая композиция, как бы это хорошо сочетается, что одежда не будет там пахнуть лавандой или там яблочками или ещё какими-то цветочками. А ты нанесёшь аромат, который вообще, ну, не комбинируется. Так что, девочки, Бакара Руж до сих пор мой самый любимый, самый обожаемый аромат на сегодняшний день. Единственное, что хочу добавить, вот если кого-то смущает, потому что много отзывов, что вроде бы так и неплохо, да, супер класс настойкий, супер шлейфовый. Но вот этот вот запах, у кого-то бинты с йодом проявляются, у кого-то вот эти вот карамельки сахарные. Если вы хотите более такой терпкий, более амбровый, древесный аромат, где звучит именно кедр и амбра, то выбирайте экстра. Если же вас не смущают вот эти вот сладенькие нотки карамельные, то выбирайте парфюмированную воду. Она ничуть не менее стойкая, но разница в ароматах вот между экстра и парфюмированной водой, она очень существенная. Экстра, он более такой вот изысканно, такой вот, знаете, шикарный, именно вот шикарный аромат. А парфюмированная вода, она более такая легкая, более такая женственная, более такая сладенькая. Но, опять же, это мое субъективное мнение. Для того, чтобы выбрать, нужно протестировать не просто вот так вот понюхала и классно пахнет. Нужно протестировать, как раскрывается определенная водичка или определенный парфюм именно на твоей коже. На сегодняшний день, как вы видите, у меня шесть различных видов растительного масла. Конечно же, есть самое обычное рафинированное подсолнечное масло. Затем недавно купила масло авокадо. Оно очень нежное по вкусу и его можно использовать, просто заправляя одним маслом салаты. И на его основе можно приготовить различные салатные заправки. Также это масло я использую, когда делаю маски для волос, для лица и для тела. Вот это вот масло, оно с характерным вкусом. Это масло сезама. И его только использую, когда заправляю салат или делаю салатные заправки. Льняное масло, я думаю, многие из вас оно знакомо. Многие из вас его используют, поскольку это очень популярная маслица для тех, кто находится на правильном питании. Оно, как и масло авокадо, используется просто как заправка или же для приготовления салатных соусов. И два вида оливкового масла. Вот это вот, что в бутылке, это масло, которое я покупаю в обычном супермаркете. И на вот этом вот масле можно жарить, несмотря на то, что оно первого отжима. И всегда, смотрите, маркировочку сзади будет написано, что только для заправок, только для соусов. Или же его можно использовать для жарки. Максимальная температура для обжаривания на этом масле составляет 175 градусов. Если такой маркировки нет, то на оливковом масле, на таком оливковом масле лучше ничего не жарить. И вот эта вот бутылочка, в ней тоже оливковое масло. Оно домашнее. Мы его покупаем прямо у фермеров, которые сами выращивают оливочки и сами отжимают вот такое вот замечательное масло. Оно нерафинированное, нефильтрованное. Хранится, правда, недолго, поэтому покупаем небольшими вот такими вот порциями. И использовать его можно как для салатов, как для приготовления салатных заправок. И я частенько наношу его без каких-либо масок, просто на кончики волос. Восстанавливаются великолепно.